Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в пользователе. Штребух! Всем привет, с вами Штребух, и это новый обзор моих находок из помойки. И кстати, ребят, конкуренты в край офигели. Вы просто на это посмотрите. Я просто охренел, где он взял эту машину, пипец, когда я уже буду на Мерседесе по помойкам лазить. Ребятки, давайте поставим лайк под это видео и напишем любой комментарий для продвижения этого видоса вверх, чтобы все конкуренты узнали обо мне. И всегда обо мне говорили и боялись, потому что я, ребята, настоящий расхититель помоечки. И пора уже мне тоже на Мерседесе кататься. Поэтому давайте продвигать данный видеоматериал вместе. В этом видео я разыграю еще один четвертый айфон. Поэтому досмотрите видео до конца и, надеюсь, каждый из вас примет участие в розыгрыше. Ну и всем приятного просмотра. Погнали! В этом обзоре находок я разыграю четвертый айфон. Полностью целый, без iCloud, с живой батареей, полностью рабочий. Его нужно только лишь активировать. И для того, чтобы его заполучить, нужно всего лишь подписаться на мою группу ВКонтакте. Также поставить лайк под это видео и написать в комментариях все, что угодно. Главное, чтобы текст был не короткий. А также прикрепить свой никнейм в Инстаграме. Не ссылку, а обязательно никнейм. Потому что если прикрепить ссылку, Ютуб будет это понимать как спам и может не разместить ваш комментарий. Поэтому жду ваши комментарии с никами в Инстаграм. Итоги конкурса подведу через недельки три. В комплекте с айфоном будет даже вот такой черный чехол, который идеально к нему подходит. Айфончик вообще офигенный, полностью целый, полностью рабочий. Возможно это даже айфон 4s, я вообще без понятия не разбираюсь. Так что ребят, всем удачи. И кстати в прошлом обзоре находок я тоже разыгрывал четвертый айфон. И тут у меня появился еще один. И я подумал, почему бы вас не порадовать и разыграть еще один четвертый айфон. Так что ребят, всем удачи в конкурсе. В будущем планирую разыгрывать что-то покруче конечно. Может шестые айфоны, седьмые. Но пока что разыгрываю четвертые. Побоечка одарила крутой бытовой техникой. Во-первых есть вот такая вот варочная панель от бренда Hansa. Модель поверхности ShotKeran. Вы посмотрите, стекло абсолютно целое. Вот здесь она немного грязная, но это все легко отмывается. На панели есть кнопки сенсорные. Подключил ее в сеть, но к сожалению она не работает. Возможно конечно она работает, просто не работает сенсор. Я не знаю в чем проблема, нужно будет эту панель разбирать и смотреть. И кстати один из моих подписчиков мне сразу написал, когда я на стриме нашел эту варочную панель. И он ее даже готов купить, если она не работает за 5000 рублей. Так что помоечка дарит прибыль в любом случае, даже если она не работает, я заработаю 5000 рублей. А все потому, что эта варочная панель новая стоит в районе 12000. Так что 5000 рублей даже для нерабочей это нормальная цена. Она даже за 4000 улетит со свистом на авито. Модель варочной поверхности на экране. Она даже сделана в Польше, офигеть. И здесь даже есть какая-то печать. В общем крутая находка, считай заработал 5000 рублей. А вот ребятки, гриль от бренда Redmond. Но он немного подзарыганный. Его нужно просто отмыть. В комплекте с грилем есть две дополнительные насадки. Гриль полностью рабочий. Греет, я его уже только что проверил. Такой гриль предназначен для того, чтобы на нем жарить мясо. Это ребят, офигенная вещь. Стейки на нем жарить одно удовольствие. Да и стоит подобная штука не особо дешево. Подобный бэушный гриль на авито можно будет продать за 2000 рублей. Мне остается лишь только его помыть, отфоткать и выставить на авито на продажу. Ну а если кому-то из вас нужен этот гриль, то вы можете перейти по ссылке в описании и купить у меня его. Модель гриля на экране. Да, отмывать мне его конечно долго придется. Но лучше я часик его поотмываю, чем за те же деньги работал бы где-нибудь на заводе. Так что помоечка дарит возможность не работать на заводе. Помоечка порадовала рюкзаком Delivery Club. Но состояние у него просто отвратительное. Вот здесь какие-то следы от скотча есть. Молния иногда расходится. Рюкзак внутри немного порван. Но зато есть вот эти две штучки внутри. Это типа какие-то перегородки видимо. В принципе если поменять молнию, то этим рюкзаком можно пользоваться. Он очень вместительный. И к тому же это терморюкзак. Лямки абсолютно целые, не порванные. Рюкзак так-то прикольный. С таким рюкзаком можно будет офигенно лутать помоечки. Или с таким рюкзаком можно устроиться в Delivery Club. Не придется покупать за свой счет. Насколько я знаю, такие рюкзаки им бесплатно не выдают. А работники Delivery Club покупают их за свои бабки. Но в таком состоянии этот рюкзак вообще хрен продаж. Поэтому я его оставлю себе. Возможно буду ходить с ним по помоечкам. Но выкидывать мне его вообще очень жалко. Так как рюкзак очень вместительный. Его еще даже вот так можно носить. Просто сказка. Также была найдена вот эта массажная установка для ног от бренда Scarlett. Она, кстати, рабочая. Сюда, я так понимаю, вода заливается. И с помощью воды массажируются ноги. Ну, плюс в этой штуке еще есть вибрация. Модель прибора на экране. В общем, данный массажер довольно-таки интересная находка. Первый раз такое нахожу. Прикольная штучка. И я думаю, эта штука улетит со свистом на Авито рублей за 500. Кстати, вот здесь все очень теплое. Видимо, эта штука еще воду нагревает. Блин, вообще прикольно. Охота эту хрень протестировать. Помоечка порадовала оригинальными очками от бренда Chanel. Очки 100% оригинал. Сделаны в Италии. Также вот на стекле есть серийный номер. И на дужке очков тоже есть номер. Я бы эти очки не стал бы носить. Потому что мне они не нравятся. Но если кому-то из вас эти очки понравились. Вы можете перейти по ссылке в описании на мой аккаунт на Авито. И купить их там. Так что, братва, помоечка иногда дарит крутые брендовые очки. И очень дорогие. Как вы знаете, Chanel это не дешевая фирма. А вот это уже дорогие находки. Во-первых, 4G модем от бренда Megafone. У меня, кстати, в гараже абсолютно такой же модем, который я также находил в помоечках. С помощью него у меня был офигенный интернет. Если выбираете себе 4G модем, советую покупать именно такой. Он без заглушки. И, скорее всего, полностью рабочий. У меня, к сожалению, в гараже уже нет компьютера, чтобы это все проверять. Выставлю на Авито и дам один день на проверку. Продать его быстро получится. Рубли за 900. Его, кстати, еще ни разу не разбирали. Вот здесь стоит пломба. И еще один 4G модем от бренда Yota. Вот здесь, кстати, в укромном месте вставляется сим-карта. Прикольненький модем, скорее всего, тоже полностью рабочий. И такой модем можно будет продать рублей тоже за 900, за 1000. Короче, нашел в помойке 2000 рублей. Помоечка дарит деньги. А еще помоечка очень хорошо обувает. Вы посмотрите на это количество обуви. И это, кстати, даже не вся обувь, которую я нашел за недельки 3. Вот еще пара обуви. И еще одна. И еще вот такие вот ботинки, в которых я, кстати, на стриме ходил. Пишите об этом в комментариях, если помните эти туфли. Я их одевал под спортивные штаны. Это было супер весело и прикольно. Но вот спрыгивать с помоечки на асфальт в этих туфлях очень больно. Потому что подошва плоская, нет никакой амортизации. Можно с помощью этих туфель себе инвалидность заработать. Если я так буду постоянно в них прыгать с помоечки. Ну а обувь в целом офигенная. Вся целая. Абсолютно. И все это продастся на барахолке. Во-первых, есть вот такие неплохие кроссовочки. Со светоотражающими вставками. Размер кроссовок 38. Ну, короче, продадутся рублей за 200. А вот эти красненькие кроссовочки мужские от бренда Полумбир. Посмотрите на них. Они как будто новые. Они вообще целые. Их только нужно постирать. Ну, подошва немножко подстертая. Но это вообще не проблема. Размеры этих кроссовок 42. Смотрятся неплохо. Легкие, удобные кроссовки. Также есть вот такие ботинки. Зимние. Еще вот такие вот от бренда Adidas. Размер 43. Я вот правда не знаю, блин, оригинал это или нет. Но они очень тяжелые и мощные. Видно сразу, что они зимние. Кстати, возможно даже. Это оригинал. Но Берка какая-то подозрительная. Сейчас время приближается к зиме. И эти ботинки улетят со свистом рублей за 300. Также есть вот такие крутые, блин, бутсыки от бренда Adidas. И это, кстати, точно оригинал. Они кожаные. Посмотрите на подошву. Вроде она из каучука. Типа не скользящая. Размер ботинок 44. Так что, ребятки. Это мой размерчик. Неплохо, неплохо. Возможно, я в них буду ходить зимой. Кстати, стелька очень мягкая такая. Такая прикольная, блин. Внешнее состояние у них, конечно же, не очень. Но если их отмыть, будут смотреться получше. Также есть вот такие, ребят, кроссовки от бренда Nike. Походу, это кроссовки для бега. И они, кстати, оригинальные. 43 размера. Я просто в шоке, как помоечка хорошо обувает. Такие Nike в магазине бы стоили тысяч пять. А мне абсолютно бесплатно. Из помоечки оригинальные. Просто шикардосик. Продать их можно будет рублей за 500 вообще спокойно. А еще есть вот такие бежевые кроссовки. От бренда Zara. Размер 42. Ну, кстати, стелек внутри нет. Их кто-то отклеил. Но они целые. Подошва нормальная. Нигде дырок нет. Все отлично. Я в шоке, ребят. Люди реально заелись. Зачем они их вообще покупали, блин? Чтобы поносить чуть-чуть и выкинуть? Ну, это просто капец. Также есть вот такие кроссовки. Рыбок женский. Размер 37,5. Судя по качеству, это оригинальные кроссовки. Абсолютно целые. Без дырок. Их нужно только лишь помыть. Ведь вот здесь есть небольшие пятна грязи. Кроссовки такие добротные. Знаете, утепленные. Офигенные вообще, блин. Капец. Люди заелись капитально. Ну, вот из минусов вот эти вот эмблемы сзади постирались. Ну, это типа фигня. Главное, что они целые. Продать их можно будет рублей за 400. А вот эти лакоцакели продам на барахолке. Рублей за 500. Они, кстати, кожаные. Очень удобные. Их только нужно протереть тряпочкой и все. Размер 43. Я когда в них ходил, мне было очень удобно. Но вот спрыгивать с помоечки в них очень больно. Лакоцакели от бренда Бет Тино. Ну, вот здесь еще какой-то номер есть. Блин, помоечка знатно обувает. Я, кстати, сейчас стою и снимаю этот видос. Обутый в кроссовке Adidas Alpha Bones. Оригинальный. Которые я как-то показывал в обзоре. И теперь их ношу и кайфую от халявы. Ребят, я в шоке. Как я помойку люблю. За такую обувь офигенную. Кстати, эти кроссы очень удобные. Я в них хожу и просто кайфую. А еще было найдено два абсолютно новых чехла для iPad Air. Ребят, я просто офигел. Ну, блин, редко такие вещи попадаются крутые. Это типа на самом деле крутой чехол от бренда Azaki. Вот как видите, ребят, он абсолютно новый. Просто жесть. Абсолютно новенький чехольчик. Блин, это круто. Жалко, у меня нет iPad. С помощью этого чехла планшет можно вообще поставить как тебе угодно. Тут все на магните, все держится, крепится просто офигенно. Ха, можно даже вот так, ребят. Блин, прикольно вообще. Продам эти чехлы на барахолке рублей по 200. Год производства этого чехла примерно 2012. То есть в 2012 году этот чехол стоил 400 рублей. На то время это так немало. Ну, а сейчас этому чехлу цена рублей 200 максимум. Помойка дарит новые аксессуары для iPad. Был найден вот такой неплохой чайник от бренда Philips. Он интересный тем, что у него провод выезжает. И это очень удобно. На кухне не будет лишних проводов. Также на чайнике есть регулировка температуры. И еще какая-то функция. Не знаю, что это за функция. Крышка у него открывается таким интересным образом. Есть огромный фильтр для воды. И этот фильтр даже не один, там еще один стоит. Накипи, кстати, на чайнике вообще почти нет. Я его проверил, все прекрасно работает. Вот только ручка немного грязная, липкая. Не знаю, в чем она. Нужно ее будет отмыть. Подобный чайничек продастся на Авито рублей за 400 со свистом. А еще была найдена вот такая коробочка для украшений. Она, кстати, в нормальном состоянии. Раскладывается вот таким образом. В принципе, абсолютно целая коробочка. И в нее можно что-то складывать. Например, подобное серебро, которое я нашел в помоечке. Вот такое серебряное кольцо в виде змеи. Но оно, к сожалению, поломано на две части. Также есть серебряные сережки с пробами. И вот такой серебряный браслет. Все тоже с пробами. Подобное серебро буду копить. А потом, когда накопится побольше его, я его сдам в ломбард. И это, ребят, не все. Была найдена вот такая коробка, в которую я сложил большое количество бижутерии. Крутой. Есть вот такая вот заколка прекрасная. Но она не золотая, не серебряная. Просто смотрится круто. А еще есть вот такое жерелье прекрасное. Для женщины, скорее всего, или девушки, куда-нибудь на бал ходить. Это обычная бижутерия, но смотрится круто. И вот здесь, к сожалению, нет одного камушка. Здесь есть. И это, конечно, жесткий косяк. А дальше идет, ребят, все чисто серебряное. Вот такие вот сережки прикольные. С пробами. Также есть два кольца серебряных. И еще комплект вот таких сережек. Походу, они сделаны из керамики и серебра. А пробы, я думаю, вам видно. Также есть еще вот такие черные сережки. Тоже с пробами. А еще есть вот такой серебряный наборчик. Серебряное кольцо и сережки. А еще есть вот такой кулон на шее. Тоже серебряный. Правда, проба у него старая. Просто написано цифрами 925. Ну а так кулончик смотрится довольно-таки симпатично. Помоечка осеребряет. Правда, я не знаю, за сколько я это все продам. Но я думаю, тысячи за 3 рублей по-любому. Возможно, эти серги несут какую-то ценность. Но я без понятия. Они, конечно, смотрятся не особо круто по современным меркам. Возможно, это какие-то драгоценные камни. Нужно будет все это проверять в интернете через Яндекс.Картинки. Узнавать, сколько это все может стоить. Чтоб не затупить и не лохануться. А продать это все по максимальной цене. Помоечка обогатила немаленьким запасом мыльного-рыльного. Среди которого даже есть вот такое кофе-нис-кафе. Здесь примерно, ну, чуть меньше, чем пол пачки. Вообще, просто шикарно. Буду дома попить, кайф и йок. И кайфовать от халявы. Также есть порошок стиральный универсальный Эконта. Ну, ништяк запечатанный. Буду стирать вещи и тоже кайфовать от халявы. Также среди всего этого мыльного-рыльного есть вот такой вот Акс-эффект. Гель для душа. Дезик Акс-эффект. И еще даже пол бутылки маслица. А еще порадовал. Вот такой освешитель Глейд. Он полностью целый. Пахнет ландышем. Просто великолепно. А еще есть мыло в виде манго. Ништяк. Также есть различные крема. Вот шампунь Хэпдэн Шордерс. Вообще, просто сказка. Помоечка дарит чистое тело. И обогащает витаминами для кожи. Также была найдена нерабочая плитка с двумя комфорками. Вот это даже ржавая. Придется ее сдать на металл. А провод отрежу и сдам на цветной металл. Так как здесь, скорее всего, сгоревшие тены. Потому что внутри все провода на месте. Ничего там не перегорело. Плитки я довольно-таки часто нахожу. Но не всегда они рабочие. А еще был найден рабочий утюжок. С прикольной такой расцветкой. Самое интересное, что он абсолютно рабочий. И в этом нет ничего удивительного. Я их очень часто рабочими нахожу. Также был найден вот такой кулер титан для компуктера. Он, кстати, на вид как будто вообще новый. То есть, возможно, его, конечно, в комп ставили. Как видите, здесь есть потеки термопасты. Но попользовались им буквально вообще чуть-чуть. Кулер такой неплохой. Оставлю себе. Пригодится для сбора компов. Также было найдено два айкоса. В первом айкосе даже есть вот эта штука. Но он, к сожалению, не работает. Скорее всего, нужно зарядить. Проблема этого айкоса в том, что это айкос. И он воняет говном. Ну, еще вот эта крышка плохо держится. Ее, как вы видите, кто-то даже пытался на клей походу приклеить. Также есть еще один айкос. Здесь вообще крышка абсолютно не держится. У этого айкоса состояние уже получше, чем у того. Айкосы тоже частенько нахожу. Правда, продавать их очень сложно. Типа на Авито такое продавать нельзя. А вот в группах ВКонтакте это продавать можно. За каждые по 200 рублей. Также есть вот такой пистолет. Я, кстати, когда его нашел, просто офигел. Я подумал, что это пневматический пистолет. А это обычный пистолет на пульках. Тупо на обычных пластмассовых пульках. Поспрашивал за него. Сказали, что он, кстати, пусть и обычный на пульках. Но он очень мощный. Корпус выполнен из металла. Он такой тяжелый, блин, капец. И он даже работает. Прикольно. Помойка вооружает. А также была найдена две упаковки табака для самокруток. Вот эта упаковка вообще полностью полная. Крутая находка для тех, кто делает самокрутки. А в этой упаковке табака вообще чуть-чуть. Но, тем не менее, он там есть. Также была найдена деревянная гадюка. На барахолке ее можно будет продать рублей за 10. А еще был найден вот такой вот пузатый телевизор от бренда Samsung. Очень старый и зато очень маленький. Он мне как раз нужен, чтобы под него подключать приставку. Типа Dendy старых на картриджах. Специально его для этих целей и взял. Так бы разбил на медь. Потому что такие телевизоры уже никому даром не нужны. В принципе, о нем нечего сказать. Самое главное, что он работает. Я когда перееду в другую квартиру, там его поставлю и сделаю себе уголок для ностальгии. Где будет стоять вот этот телевизор. Я также поставлю туа приставку Dendy и буду иногда играть на этом телеке в старые игры. Типа Mario. Также был найден вот этот DVD-плеер от бренда Pioneer. Неплохой такой на вид, но, к сожалению, он не рабочий. Я его попытался включить, но он там что-то крутится, но не работает. Поэтому придется его сдать на металлолом. Так как данный DVD-плеер никому уже не нужен. Можно было бы заморочиться и его починить, если бы в нем стоял какой-нибудь мощный усилитель для звука. Но ничего подобного в этом плеере нет. Поэтому придется сдать на металл. Настало время осмотреть небольшое количество мелких находок. Как видите, ребят. Помоечка порадовала игрой Stalker. Здесь даже есть диск. Но этот диск ушатанный просто в хлам. Не думаю, что он будет работать. На барахолке продастся рублей за 50. Блять. Ребят, часы взорвались. Да они до этого работали. В общем, нашел такие часы, но они уже не работают. А раньше работали. Что-то там внутри сгорело. Очень обидно. Лучше я их с сети выдерну. А то опасно. Также есть игра Sims 3, Жажда скорости, FIFA футбол. Кстати, это игра для PlayStation Vita. И она на вот такой, блин, флешке. Прикольно. Продастся на барахолке. Также есть, ребятки, запечатанные презервативы от бренда Viva. Помоечка дарит секс. Также есть вот такой фингерборд целый. Продастся на барахолке. Прикольная штучка. Также есть вот такая вот интересная штучка универсальная. Типа ножик. Тут какие-то открывашки. Ну, короче, интересная хрень. Тут даже есть компас. Но я бы вам не советовал по такому компасу ориентироваться. Также есть, ребят, вот такая штука офигенная. Это для жестких дисков, чтобы можно было жесткий диск подключать через USB кабель. Ну и, собственно, вот здесь лежит жесткий диск от ноутбука на 250 гигабайт от бренда Sea Jade. Я его не успел проверить, да и смысла в этом нет, так как он продастся на барахолке максимум рублей за 100. А еще есть неплохой процессор Intel Core i3-2100. На вид он полностью целый. На самом деле, неплохой процессор. На базе этого процессора можно собрать ультрабюджетный ПК из помоечки. Также есть оперативка DDR2. Две планки по одному гигабайту. Также есть вот такой слайдер Nokia. Но он без батареи задней крышки. Еще есть вот такой телефон, но без док-станции. В общем, чисто, ребят, барахло для барахолки. Также есть вот такая вот рация. Но она, к сожалению, без батареи, без антенны, без крутилки. Очень обидно. Еще есть вот такой неплохой интересный станочек. На барахолке улетит со свистом. А это уже дорогая находка. Это оригинальный блок питания от Apple. В защитной пленке абсолютно новый. Такой блочок на барахолке купят рублей за 100. А еще есть вот такой Sony Ericsson без клавиатуры и батареи. Блок питания Samsung, рабочий замок, зачетная книжка, кстати. Но она абсолютно новая. Ну а здесь огромное количество проводов, удлинитель, который купят на барахолке. Рублей за 50. Кошелек. В принципе, ничего ценного в этой куче нет. А еще есть задняя крышка от Huawei. Также есть вот такой фильм «Тройной форсаж». Домашний телефон. А из ценных находок есть вот такой джойстик для PlayStation 4. Состояние подушатанное, но, скорее всего, возможно, что он рабочий. Но проверять нет смысла, так как все равно это все отправится на барахолку за копейки. А еще есть вот такая непонятная хрень. Я вообще без понятия, для чего эта штука нужна. Ребят, если разбираетесь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я первый раз такое нахожу. И, кстати, здесь есть прикольные увлажнители воздуха. Во-первых, вот такой прикольный. Блин, такой маленький. Вот здесь находится вода. И с помощью воды эта хрень работает. Но нет блока питания. Продастся на барахолке. А вот этот грибок реально интересная тема. Это, как оказалось, тоже увлажнитель воздуха. Вот сюда заливается вода. И работает он от USB кабеля. Прикольный грибок. Он полностью рабочий. Я его уже проверил. Залил немножко воды. И он парит изумительно. Также есть вот такой залупный старый Wi-Fi роутер D-Link. А теперь подъезжают дорогие находки. Это вот такая гарнитура от бренда Plantronics. С микрофоном. Я уже находил подобные наушники от этого бренда. И этот бренд, блин, просто офигенный, ребят. Звук просто восхитительный. Рабочие они или нет, я без понятия. Но в любом случае они продадутся. Вот, ребят. Самая дорогая находка всей этой сумки. Это вот такие швейцарские часы от бренда RADA. Сделаны они из керамики. И, к сожалению, на керамике есть вот такой скол небольшой. В принципе, он не особо заметный. Часы, кстати, полностью рабочие. И оригинальные. Модель часов RADA Jubil. И все остальные номера видите на экране. Посмотрели в интернете. Подобные часы стоят примерно 3000 рублей новые. Ну, бэушные такие будут стоить примерно 1000 рублей. Но вот с таким косяком, блин, ну рублей 500 им цена. Поэтому продадутся на барахолке. А так часики неплохие, блин. Тяжелые такие. Сделаны из керамики, блин. Первый раз такие часы вообще нахожу керамические. Коробка, к сожалению, не от них, от Пандоры. Ну, в принципе, неплохо смотрятся эти часы в этой коробке. А еще есть вот такие очки для болгарщика. Резать болгаркой металл, скорее всего. Также есть сумка для ноутбука. Но она зарыганная. В принципе, больше ничего здесь дорогого нет. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поучаствовать в розыгрыше. Все ссылочки найдете в описании. С вами был пищеварительный гигант и расхититель помоек Штребух. Встретимся в следующих видео.